Иногда люди задают мне вопрос. Правда ли то, что ты рассказывала? Случилось ли это на самом деле? Грустно слышать такие вопросы от христиан, каждый день читающих Библию, посещающих богослужения и, наконец, совершающих непостижимое разуму таинство молитвы. Неужели так слаба наша вера, когда мы говорим о чудесах, совершаемых Богом сегодня? Разве не Он своим всемогущим словом сотворил мир и все, что наполняет Его? Разве не наш Бог совершал чудеса для Израиля, выводя Его из Египта? Не Его ли силой раступились воды моря? Не по Его ли чудодейственной милости на землю опускалась манна, питая израильтян? Разве мы сомневаемся в чудесах, которые сотворил Иисус? Вспомните исцеленных, прокаженных, слепцов у дороги, а также дочь Иаира, сына вдовы и Лазаря, которых воскресил Христос. Если мы этому не верим, то стоит ли называть себя христианами? Бог всегда и во веки тот же. Он, совершавший чудеса во времена апостолов и сейчас среди нас, все тот же любящий, нежный и всемогущий. Это Его любовь творит наши судьбы. Пусть же наша вера крепнет, когда мы слышим свидетельства из жизни людей. Аня не росла в христианской семье, но родители, особенно мама, учили ее добру, честности, справедливости. Мама не только учила на словах, Аня видела, как легко она умеет прощать, как охотно помогает в чужой беде, как умеет сказать правду в любой ситуации. Аня мечтала быть похожей на маму, чтобы быть уважаемой и любимой всеми. Шло время. Девушка окончила школу. Поступила в педучилище. Жизнь в общежитии среди молодых людей, так легко смотревших на мир, испортила сердце Ани. Скоро у нее появились друзья, бесшабашные, веселые. Дискотеки, пьянки, наркотики, развлечения. Все это стало буднями Аниных друзей. И она охотно влилась в их струю. Помнит, как ей впервые укололи наркотик. Думала для пробы, чтобы узнать, что это такое. И тут же бросить. Всего-то раз. Но после первого раза был второй, а потом третий. Теперь Аня носила одежду с длинными рукавами, потому что нужно было прятать следы от уколов. А потом пришла любовь. И ей казалось, что она сходит от любви с ума. И когда узнала, что будет ребенок, решила, что родит малыша, даже если останется сама. С возлюбленным отношения были сложными. Жили то вместе, то врозь. Их жизнь была одинаково грязной и пустой. Мама, узнав, что у Ани скоро будет ребенок, схлипывая сквозь слезы, утешала дочь. Не волнуйся, воспитаем, вырастим. Где было бедной женщине знать обо всех похождениях дочери? Ведь видела она ее редко. Дочь училась в городе, а мать жила в поселке. Аня родила сына, назвала его именем возлюбленного и доверила воспитание малыша матери. Красивый, большеглазый мальчик вряд ли знал, что руки, ласкавшие его, — это руки бабушки. Это ей он сказал первое «мама», когда учился говорить. А в жизни Ани одна любовь сменяла другую. Привязанность к наркотикам росла. Вскоре ее исключили из училища, хотя до конца учебы осталось совсем чуть-чуть. Но кто-то из друзей помог устроиться на работу, и она не унывала. О сынишке думать было некогда. Аня знала, что он в надежных и заботливых маминых руках. А потом появился он, непохожий на других, красивый и порядочный, образованный. Аня покорила его своими огромными глазами и скромной улыбкой. Стали жить вместе, просто так, без росписей и свадеб. Дома Аня сказала, что вышла замуж. Как только распишется, заберет сына. Началась двойная жизнь. Она перестала колоться, но пристрастилась к таблеткам, нюхала и курила наркотики. Без них она не могла, как ни пыталась. Муж понял ее ложь, когда Аня была уже в положении. И снова она родила, на этот раз дочку, стараясь создать семью. Но семьи не получилось. С роддома ее забирала плачущая мать. Она сокрушалась над несчастной судьбой красавицы-дочери. На этот раз Аня решила остаться дома, растить детей. Сынишка совсем не признавал ее. Звал по имени, словно сестру, и даже немного побаивался. Ей не хотелось, чтобы так случилось и с дочкой. Однако ломки доводили до отчаяния. И вот, бросив детей, она вернулась к прежней грязной жизни. Мать уже знала все, когда Аня пришла в ее дом с третьим ребенком на руках. Отца недавно похоронили. Несколько лет он мучился от тяжелой болезни, а теперь его не стало. Уставшая от горя мать с отчаянием смотрела на дочь. Неужели все сначала? Казалось, пожилой женщине уже не под силу. Пеленки и бессонные ночи уколыбели еще одного малыша. Но одурманенная наркотиками дочь пригрозила. Не хочешь его брать? Не надо. Отнесу в детдом. Мать приютила и это дитя, назвав его своим. А дочь снова ушла прочь. Мать воспитывала троих внучат, которые звали ее мамой. Люди то жалели ее, то осуждали за плохое воспитание дочери. Как говорится, чужую беду руками разведу. И мать не обижалась на людей. Дети росли. Старшему Виталику было уже шесть. Светочке четыре. А маленькому Алеше всего годик, когда бабушка заболела. И тогда на помощь пришла женщина, недавно приехавшая в их поселок, везде и всюду рассказывавшая о Боге, о Его любви и спасении через Иисуса Христа. Мать Ани ненадолго легла в больницу, а женщина-христианка взяла на себя заботу о детях. Вернувшись домой, мать Ани нашла дом ухоженным, а детей — сытыми и довольными. Так у нее появилась подруга, христианка Людмила. Теперь они проводили время вместе. Людмила старалась помочь Аниной маме чем только могла. Она принесла в этот дом духовное пробуждение. Вскоре Анина мама вместе с Людмилой ездила в церковь на богослужение, а через какое-то время Иисус Христос стал и ее спасителем. Вместе с детьми и своей новой подругой они каждый день молились Богу о спасении дочери. А от Ани давно не было вестей. Прежде она иногда появлялась дома на день-два. Но мать не радовалась ее визитам, потому что вместе с отъездом дочери из дома пропадали то деньги, то вещи. Теперь же мама Ани просила Бога, чтобы он вернул дочь домой, ведь ее сраженной грехом душе необходимо было услышать весть о спасении. Аня, опустившись на самое дно жизни, томилась душой. В минуты просветления она понимала, что попала в страшную западню, но не было сил из нее вырваться. В такие минуты, когда угрызения совести изматывали ее сердце, Ане не хотелось жить. И вот однажды она сказала самой себе «Хватит!» и взяла пригоршню снотворных таблеток. Молодая женщина, потерявшая всякий смысл существования, решила уснуть так, чтобы никогда не проснуться. Полумертвую Аню нашла подруга. А потом врачи чудом вернули ее к жизни. Придя в себя, напуганная случившимся, Аня решила после больницы навестить мать и детей. Поздним вечером она тихо с каким-то трепетом вошла в родной дом. Ей было стыдно и страшно. Ей хотелось, как в детстве, прижаться к маме, почувствовать мир и покой. Аня едва слышно прошла в детскую, оттуда доносились голоса. Но то, что она увидела, поразило ее. Дети и мать стояли на коленях и молились о ней. «Господи, спаси и помилуй нашу маму Аню», – просил старший сынишка. «Верни ее нам, Господи, и сделай так, чтобы она стала хорошей, А мы ее не боялись и любили», – просила дочка. Анина мама плакала и тоже в горячей молитве взывала к Богу. Аня, недолго думая, встала с ними рядом. «Боже, прости меня, я так больше не могу жить!» Аня рыдала, слезы потоком лились из ее глаз, очищая разум, освобождая сердце от тяжести греха. И не только слезы лились в эту минуту, но и кровь Иисуса очищала ее от всякого греха. Дети и мать слушали ее и понимали, что только Иисус Христос мог свершить подобное. Бог полностью изменил ее жизнь. Аня получила свободу от наркотиков. Превозмогая боль, она шептала, «Лучше умереть от ломки, но быть с Господом, чем уйти из этого мира без боли и попасть в ад». И Бог помогал ей. Теперь она хорошая христианка, воспитывает детей и радуется общению с семьей. Вот такая история. Иисус Христос пришел, чтобы выпустить измученных на свободу. Нездоровые нуждаются во враче, но больные. Господи, как нам постичь безграничность Твоей любви? Как донести ее людям? Каплисота. Слушай и назидайся.